Девушки отдыхают Самые невероятные эксперименты, инновационные открытия, тайны проживого, загадки природы и пределы человеческих возможностей. Все это наука 2.0. Девушки отдыхают Какая-то прям даже слишком хорошая погода для похорон. Ну что, мы все-таки решили проверить, можно ли откопаться из гроба. Вот он ящик, вот земля. Сейчас мы немножко подготовимся и приступим. Перед тем, как закапываться живым в гроб, мы хотим проверить, сколько вообще человек может продержаться в закрытом объеме. И поможет мне в этом Ирина Зеленкова, спортивный физиолог. Между прочим, она готовит нашу сборную по конькобежному и по биатлону, да? Все верно. Какие процессы происходят в замкнутом объеме? У нас есть некоторое количество кислорода и углекислого газа. Соответственно, по мере нахождения в замкнутом объеме у тебя количество углекислого газа растет, а содержание кислорода падает. Но это получается что? Я полностью выдушу весь кислород, там его не останется? Ну да, ты, скорее всего, гораздо раньше потеряешь сознание и уже это не будешь знать. А вот где вот эта граница, когда содержание кислорода еще позволяет человеку оставаться в сознании? Ну это тоже очень индивидуально. Так, значение кислорода критическое, да, насыщение артериальной крови может опускаться до 60-50%, и при этом человек может еще быть в сознании. Ну то есть для меня 50% это то значение, на котором я, возможно, уже потеряю сознание. Значит, твои крови, содержание кислорода мы измерим таким портативным прибором, пульсоксивитром. Его глотать надо? Не, на палец оденем. И все, этого достаточно, да? Да, этого достаточно. Так мы сможем посмотреть, сколько кислорода у тебя в артериальной крови, а с помощью этого прибора мы сможем посмотреть, сколько в окружающем пространстве. Здесь на приборе мы можем контролировать состояние нашего испытуемого. Мы видим, что у него насыщение артериальной крови кислородом 96%, а пульс 78%. Все в порядке, волнуется, посмотрим, как будет дальше. Чтобы свежий воздух извне не попадал в ящик, все швы были надежно загерметизированы. Теперь я нахожусь действительно в замкнутом объеме. Прошло 40 минут от начала эксперимента. Время я забыл засечь, но зато я запомнил, сколько было процентов кислорода в моей крови в момент начала. Был 97, сейчас уже 83. Ну, он сейчас начинает засыпать, как раз потому, что уровень углекислого газа повышается. И если он уснет, мы не сможем его спрашивать, как у него дела и контролировать его состояние. И он не сможет нам вовремя сказать, что он больше не хочет находиться в этом ящике. Смертельно низкий уровень кислорода в воздухе – это 7%. Но при уровне менее 16% уже появляется отдышка, учащается пульс и начинаются головные боли. Но тут уже стало достаточно тяжело дышать. И сердце бьется, и каждый удар отдается в ушах. Саш, ну что, как дела? У тебя уже низкие значения с атурацией. Ну, здесь у меня пока 63. Это уже очень низко. Да? Да, надо выходить. О, что-то голова закружилась. Дыши. А там тепло у меня было хорошо. 63% содержания кислорода в крови – это… Это очень низко. Это очень низко. Для человека нетренированного. Это как в гору подняться на семитысячник и так активно подниматься. То есть это я сейчас на пик коммунизма слазил? Ну, можно сказать, да. Только ничего не делал. Ну, а этот эксперимент уже посерьезнее. Если в первом случае я был абсолютно спокоен за себя, ну, упало немножко содержание кислорода в крови, да и ничего страшного, когда рядом есть специалисты, то сейчас у меня уже есть реальный риск немного себя повредить. Потому что я буду пытаться, ну, всем, что у меня есть, выбить крышку гроба. Миш! Да? Сейчас я отдышусь немножко и заколоти меня хорошенько, ладно? Семь моментов. Вот интересно, второй раз за день в гроб ложиться. Это хорошая примета. Ну, давай. Вот попробую как-то сейчас что-то с этой крышкой сделать. А Миша сверху сел для того, чтобы, ну, имитировать грунт, который давит сверху на крышку. Ну, не знаю, я не уверен, что у меня получится, но я все равно попробую. Ой. Помочь, Саша? Слезь, просто слезь. Итак, мы выяснили, что если человек похоронен заживо, то находиться в гробу в сознании он может не больше часа. Второй эксперимент показал, что выбить крышку гроба изнутри возможно только при отсутствии груза сверху. На очереди самый сложный, финальный опыт – захоронение под землю. Вот и солнышко село. Самое время приступать к самому сложному и опасному эксперименту. В отличие от героини Ума Турман, наш продюсер пошел более гуманным путем и позволил мне использовать противогаз шланговый. Кроме этого, у меня есть вот такая вот кнопочка, нажимая на которую, у режиссера раздается звонок, и он поймет, что меня надо срочно вытаскивать. А чтобы они могли меня быстро оттуда достать, вот это стекло, оно закаленное. Чем хорошо? Оно достаточно прочное, но в то же время его очень быстро можно разбить. Примерно вот так. Но бить надо в торец. Ну вот примерно так. Осколки маленькие и безопасные. И главное – быстро можно будет вытащить меня. Меня закидывают землей. И вроде бы я лежу в ящике с прозрачной стенкой, и лежу в нем всего несколько минут. И мне есть чем дышать, меня страхует. Но все равно слышать, как на тонкую крышку сверху падает земля – это не то, что неприятно. Это наводит меня на ужас. И больше всего на свете сейчас мне хочется нажать экстренную кнопку и прекратить это безумие. Но тогда я еще не знал, что это только начало. Волос! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я бы никому не посоветовал испытать вот это. Несмотря на то, что насыпали вроде бы мало, очень тяжело. Дышать практически невозможно. Я поставил руки перед собой вот так вот, чтобы хоть как-то нагрузку, которая будет давить на грудь, снизить. Но это не помогло, придавило когда. Единственное, что я смог, это протолкнуть руку вперед, но, видимо, там был слой поменьше. Но было бы еще сантиметров 20 земли, и шансов нету вылезти вообще ни разу. А хорошо-то как. И не хватает стая журавлей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...